Добрый день, уважаемые налогоплательщики и подписчики нашего канала. С вами Евгений Осевков, ваш налоговый консультант. Сегодня поговорим о грядущих изменениях в упрощенной системе налогообложения и в частности о нововведении в ставках НДС. Подробности уже под этим видео, а я постараюсь объяснить вам самые важные моменты. Итак, с 2025 года компания и предприниматели на упрощенке столкнутся с новыми требованиями обязательной уплаты НДС. Но не пугайтесь, сегодня так сложно, как кажется. У вас будет возможность выбирать из нескольких ставок. И выборы можно будет сделать заранее, поскольку применять выбранную ставку придется аж 3 года подряд. Какие ставки нам предлагает законодатель? Если ваш доход не превышает 60 миллионов рублей, вам доступны следующие опции. Освобождение от НДС. Ставка 5%, ставка 7% или ставка общего режима 10, 20 или 0%. При доходе от 60 до 250 миллионов рублей вы сможете выбрать между 5 и 7 процентами, а также использовать ставки общего режима. А если ваш доход превышает 250 миллионов рублей, тогда остаются только ставки 7% и ставки общего режима. Почему важно выбрать ставку заранее? Во-первых, при освобождении, а также при ставке 5 и 7 процентов, право на вычет НДС у вас не будет. Для освобождения необходимо подать уведомление по статье 45 Налогового кодекса, а для применения ставок 5 или 7 процентов заявление налоговое. Выбранный порядок будет действовать в 12 налоговых периодов, то есть 3 года, поэтому стоит заранее просчитать, что для вас выгоднее платить по 20% с вычетами или по более низкой ставке, но без вычетов. Теперь давайте разберемся, кому какая ставка выгоднее. Если вы выбираете ставку 7%, то заплатите больше налога, чем по ставке 5%, ведь вычет применить нельзя. А вот с общими ставками все сложнее. Осмотрим ситуацию, когда компания может применять только ставку 20% и принимать к вычету весь входной НДС. Если доля вычета более 17,1%, ставка 20% будет выгоднее, чем ставка 5%, а если доля вычета более 60%, ставка 20% выгоднее ставки 7%. Выбирайте ставку внимательно и учитывайте все возможные выгоды и риски. Если ваша компания переходит на упрощенку только с 2025 года, вы сможете выбрать любую ставку или освобождение, независимо от доходов. Уведомление об освобождении от НДС надо будет подавать заранее, 20 января 2025 года, а заявление о применении ставки 5 или 7% не позднее 21 апреля. Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал «Налоговые Балайки», чтобы всегда быть в курсе последних изменений и получать полезные советы. Ссылки на нормативные документы, как всегда, под этим видео. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех налоговых новостей.